Всех приветствую на своем канале. Младший сын Михаила Круга в 2020 году поступил в Щукинское училище. 18-летний Александр мечтает стать актером, а не так давно попробовал свои силы на эстраде. Однако во время учебы молодой человек столкнулся с трудностями. Младший сын Михаила Круга откровенно рассказал о травле. За год учебы в театральном училище Саша Круг так и не смог найти себе друзей. Есть пара человек, с кем я хорошо контактирую, но многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг. Вздыхает юноша. В театральный вуз он поступал на общих основаниях. Как все, у нас было онлайн поступление. Снимаешь видео, отправляешь ролик художественному руководителю, а он уже выбирает. Сейчас вот подумываю уйти в ГИТИС, так как с однокурсниками не ладится. Они считают, что я блатной, и прямо говорят об этом. Мне привычно, я сталкиваюсь с этим с самого детства, огорошил он признанием. Учится он в Щукинском училище на коммерческой основе. Ирина Круг платит за сына 500 тысяч в год. Сам я пока такие деньги заработать не могу, а образование необходимо. Сейчас все уходит на такси. На метро я ездить боюсь. Я всегда хожу в наушниках. В общем, я однажды шел на электричку и чуть не попал под пояс. Он в сантиметре от моего лица проскочил. Спасибо какой-то женщине. Она буквально оттянула меня. Спускаюсь иногда в метро, если пробки, но руки с тех пор трясутся, откровенничает сын Шансанье. Параллельно Александр пробует свои силы на эстраде. Когда я приезжал к маме на концерты, то меня всегда тянуло на сцену. Я прямо выбегал и стоял рядом с мамой, а на меня все смотрели, делится круг младший. Несколько месяцев назад у него состоялся дебют в Кремле. Я думал, что свалюсь на сцене от страха. Думал, конец. Перед выходом у меня тряслись руки. В общем, у меня уже начинает темнеть в глазах, и тут меня объявляют. А потом я посмотрел на всех этих людей в зале и понял, что не хочу уходить, точнее, хочу снова вернуться на сцену. Так мама стала меня брать с собой, цитируют его журналисты. По его словам, поначалу он пел под фонограмму. Мама боялась, что я плохо спою. Поэтому первые два выступления я пел под фанеру, чтобы хоть как-то научиться существовать на сцене, поведал молодой человек. За каждый концерт он получает от мамы 15-20 тысяч. Два-три концерта, и я месяц могу прожить. В 10-м классе мне стали давать тысячу в день. В 11-м классе полторы хватало, рассказал Александр. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.